Школьники выбрали лидера. Сегодня в Ванадорской средней школе прошли выборы президента. На этот пост претендовали 4 кандидата. Избирательные участки открылись в 10 утра и работали 5 часов. Всего проголосовало 784 учащихся. По итогам новым президентом школы стал десятиклассник Данил Семенов. Если ты, Данил Саич, президент России, то... Сказано в шутку, но с заделом на будущее. Анадорские школьники выбирают своего лидера. В преддверии голосования в школе прошли дебаты. Кандидаты в президенты представили учащимся и педагогам свои программы и ответили на волнующие их вопросы. Сделать школу лучше, что-то изменить в привычном учебном процессе, ввести нововведения. Вот главные цели кандидатов в президенты. Но пообещать одно, а вот выполнить потом свои обещания, задача непростая. Поэтому программы кандидатов строились не только на желаниях, но и на их возможностях. Кандидаты готовились очень серьезно. Программы были подготовлены, такие вот обдуманные. Мы отмечаем, знаете, вот такую динамику более реалистичных программ. Плюс вот по опыту прошлых президентств ребята видят, что достаточно много из того, что кандидаты в президенты обещают потом становясь президентом школы, они выполняют. То есть они идут на контакт с администрацией школы. Администрация школы открывает двери, в общем-то, перед президентом школы и его командой. С момента открытия избирательных участков голосование идет полным ходом. Каждую перемену в актовом зале школьники отдают свои голоса за будущего президента. Именно он будет представлять их интересы в течение всего учебного года. Возможность выполнить свой гражданский долг была у каждого ученика и у каждого учителя. На пост президента школы сегодня претендует четыре кандидата. Это десятиклассники Виктор Баранов, Данил Семенов, Анна Слепчук и Кристина Рассказова. У каждого свои цели и своя программа. Я хочу сделать наше школьное решение лучше. Моя предварительная программа такая, как создать точку доступа Wi-Fi, разнообразить меню в школьной столовой и добавить дополнительные стулья в коридоры школы. В школьном меню не хватает различных кондитерских изделий и напитков, потому что школьникам хочется для перекуса. Моя предвыборная программа состоит из проведения спортивных мероприятий. Это футбол, бадминтон, балетбол, баскетбол. Также будут проводиться шахматы. У меня будет создание Wi-Fi зоны. Мы будем разрабатывать эти идеи, проекты, вместе реализовывать с администрацией школы. У меня будет проведение молодежных дискотек по субботам в нашей школе. У меня будет создание дня безофициального делового стиля, это пятница. И создание комфортных условий для наших педагогов. Школьный избирком с самого утра работал слаженно. Были организованы пункты голосования. Председатели и его помощники строго следили за процессом. Основную нагрузку в ходе голосования на себе испытали учащиеся 11-го, 2-го класса. За 10 минут они организованно приняли несколько сотен избирателей. Проверили их личность по дневнику, выдали бюллетень, сделали необходимые отметки. Новшество этих выборов в том, что впервые к участию в голосовании были допущены учащиеся 4-х классов. Специально для них в начальную школу отправилась выездная комиссия. Избирательные участки открылись в 10 утра и работали 5 часов. Всего проголосовало 784 учащихся. По итогам выборов 69 голосов получил Виктор Баранов, 148 школьников проголосовали за Анну Слепчук, 158 избирателей поддержали Кристину Рассказову. Лидером голосования и новым президентом школы стал Данил Семенов. У него 409 голосов. Впереди нового президента ждет инаугурация и целый год плодотворной работы по реализации своей программы. Анастасия Матросова, Александр Кузьминов, Служба информации.